Добро пожаловать снова на канал План Б на Ютубе. Что вообще происходит? Какой-то странный бычий рынок? Это манипуляция? Это что-то другое? Давайте обсудим вот этот свежий график. Биткоин закрыл сентябрь на отметке 63 тысячи. И вот уже восемь месяцев подряд он находится в диапазоне 60-70 тысяч. Это очень странно. Раньше такого никогда не было. Да, мы все еще в бычьем рынке. Видите? Красная точка. Это значит бычий рынок. И обычно бычий рынок значит, что цена идет наверх. Так всегда было. Красный цвет – бычий рынок. Цена росла в 2011, 2013, 2017, 2020 и 2021 годах. А сейчас нет. Сейчас он идет в сторону. И, ну, если честно, я не верю в манипуляции. То есть, может быть, манипуляция имела место, но не в течение восьми месяцев. Происходит что-то другое, как мне кажется. Одно из объяснений – это потому, что ATF-ы спровоцировали ранний памп перед халвингом. Халвинг был где-то здесь, в апреле. И у нас даже был исторический максимум, новый исторический максимум перед халвингом, чего раньше никогда не случалось. Но если так посмотреть, то пампануло со дна в районе 20 тысяч до 40 тысяч, 60 тысяч, 73 тысяч. И это что-то не характерное. Потому что обычно фазы накопления довольно ровные или растут, но не так быстро. Так что, да, может быть, это всего лишь ранний памп перед халвингом. Ну, то есть, картина должна была быть совсем иной, если бы у нас был постепенный рост. От этих 20 тысяч до 63 тысяч вместо вот этого скачка здесь, вместо ATF-скачка, за которым идет вот такая ровная линия на восемь месяцев, что кажется странным. И в случае постепенного роста все выглядело бы несколько иначе. Хотя конечный результат был бы точно таким же. Так вот, что мы видим на графике скользящей средней? Ну, график скользящей средней показывает, в принципе, то же самое. Вот этот период, восемь месяцев без изменений. Смотрите, кстати, на графике скользящей у нас другие цвета. От красного к синему идут месяцы до халвинга. То есть, он не показывает фазу, в которой мы сейчас находимся. Это не значит, что мы в медвежьем рынке, это просто таймер. Происходит халфинг, соответственно, в нулевой месяц, поэтому в этот момент синий меняется на красный. Вот халвинг 2016-го, а это в 2020-м году, а это последний в 2024-м году. И как мы видим тут, в 2015-м году, оказывается, был похожий ровный период. Довольно большой, больше полугода. Наверное, тоже около восьми месяцев, но это, естественно, был медвежий рынок. Где-то около 250. Мне кажется, его больше стоит сравнивать с вот этой ровной линией в 2019-2020 годах. В районе 10 тысяч, на самом деле чуть меньше 10 тысяч долларов, после которого тоже случился халфинг. Поэтому, мне кажется, это больше похоже на нашу текущую ситуацию, потому что тогда тоже был слишком ранний памп перед халвингом, а потом еще ковид, который сильно подпортил тут картину, но это длилось, по сути, всего один месяц. Потом включили денежный принтер, центральный банк начал скупать активы, и это, естественно, триггернуло бычий рынок. Еще Майкл Сейлор начал покупать биткоины в этот момент, а потом и Илон Маск полюбил биткоин. Так что все это было одним большим триггером. В общем, во многом этот период был похожим. Такой памп на прихалвинге, выше скользящей средней. Вот эта черная линия, это у нас средняя скользящая, она показывает общие движения. Прямо сегодня она на 40 тысячах, а все эти 8 месяцев биткоин держался выше этой линии. И то же самое было в 2019-2020 годах. Так что да, скользящая средняя растет, как и тогда. Все еще растет, и пока она растет, это нормально, на мой взгляд. И биткоин найдет новый триггер для следующего пампа. Я, конечно, слышал такое мнение, что многие крупные игроки на самом деле просто ждут выборов в США в ноябре. И в общем, это звучит как правда. Зачем рисковать, если можно подождать пару недель, и тогда получишь ясную и определенную картину? Потому что риск, очевидно, есть. А именно, что если победит Харрис от демократов, то это будет плохо для биткоина. Так что то, что целых 8 месяцев цена ползет в бок, может вполне объясняться тем, что киты просто ждут результатов выборов в США. То есть вот такое возможное объяснение. Давайте глянем на RSI, индекс относительной силы. Я кое-что добавил в этот график, а именно вот эту скользящую среднюю на промежутке 12 месяцев. А также на заднем плане есть, как видите, вот такая черная линия посередине на уровне 65, что примерно соответствует среднему значению RSI за всю историю биткоина. И медвежий, и бычий рынки таким образом идут зигзагом вдоль этой черной линии. Так вот, прямо сейчас RSI на уровне 63, то есть совсем близко к среднему значению 65, вот эта черная линия. И мы видим опять же, как скользящая средняя сглаживает все крайние значения. Например, вот здесь был довольно плавный период, когда фактически цифры RSI в общем совпадают со скользящей средней. Можно сказать, идут прямо под ней, совсем близко. А здесь в 2013 году, например, был бычий рынок, и скачки были очень резкими. Поэтому скользящая средняя проходит прямо через него, можно сказать, насквозь. Некоторые месяцы прямо сильно выше графика, а другие, наоборот, намного ниже. И то же самое мы видим в 2019 и 2020 годах. Мы про это как-то раз уже рассуждали, глядя на таблицу скользящих средних. И как мы видим, здесь опять очень резкие скачки, и это снова был памп перед халвингом. Слишком ранний, затем коррекция, а затем, естественно, ковид сыграл роль черного лебедя, из-за которого получилась яма даже в скользящей средней. Но скользящая средняя потом все равно росла и росла, а затем на бычьем рынке все вышло на прежние значения. И на самом деле мы видим то же самое происходит сейчас. Тогда это ощущалось как опережение в 2019 году, опережение халвинга. Все тогда рассуждали о халвинге и о Stock to Flow, естественно, который был опубликован в этот момент. Так что, да, все говорили про опережение, и сейчас те же самые разговоры про опережение из-за ATF, и про то, что у ритейла была возможность опередить Уолл-стрит, причем это так впервые. Поэтому у нас тут был ранний памп перед халвингом, и затем после халвинга, естественно, был дамп. Правительство Шартилла, Маунт Гокс Шартилл. Но в общем и целом скользящая средняя была довольно стабильной и продолжала идти наверх. Поэтому что я думаю? Я думаю, что вот этот плоский бычий рынок, который мы наблюдаем прямо сейчас, может быть, это просто оптика. Это тренд, восходящий тренд, замаскированный всем этим шумом и смешанным сигналом. Потому что, если бы это был постепенный рост от 15 до текущей цены в 63 тысячи, то RSI не скакал бы так сильно. И нас бы так сильно не смущало это движение цены биткоина в сторону. Следующий график. И тут все выглядит очень интересно. Это цена реализации биткоина. То есть это средняя реальная цена биткоина. И на этом графике есть три таких цены. Реальная цена, которая учитывает всю историю. История изменения цены. Она на данный момент составляет 32 тысячи. И она растет. Цена реализации за два года, которая учитывает только последние два года. И биткоины, которые были куплены за эти два года. Стоимость этих биткоинов составляет 51 тысячу на конец сентября. И она тоже растет. И совсем краткосрочная, пятимесячная цена реализации. Вот эта светло-голубая линия, которая находится на уровне 63 и тоже растет. Тут она как будто бы ровная, но на самом деле в прошлом месяце она немного подросла. Я писал про это в Твиттере не так давно. И я там говорил, может быть вы помните, что биткоин это следующий стейблкоин. Теперь это стейблкоин из-за этого восьмимесячного периода затишья. И там же в Твиттере я писал, что 60 тысяч это новые 10 тысяч. Почему я так сказал? Потому что период 2019-20 годов, о котором мы говорили до этого на графике скользящей средней и графике RSI, выглядел точно так же, как сейчас. Скучная, ровная линия. Больше никогда не будет бычьего рынка, неудачный сток-то-флоу, биткоин мертв, вот это все. Но на самом деле, если отмотать еще дальше назад, окажется, что у нас был точно такой же скучный период в 2014-16 годах. Конечно, на гораздо более низком уровне, что-то около 400-500. И даже еще раньше, в 2012 году, был такой период, когда биткоин тоже находился в медвежьем рынке. И тот период затишья заставил людей думать, что бычьего рынка тоже уже больше никогда не будет. WSOT. Крупнейшее в мире состязание по трейдингу крипты начинается на лучшей бирже, байбит. Ребята, уже сейчас можно регистрироваться. И более того, нужно это сделать как можно быстрее. Вступайте в нашу команду. Осталось меньше недели. 10 миллионов USDT, призовой фонд, который у вас здесь убедительный. Состязание продлится с 10 октября до конца месяца. Вот такие вот призы. И вот такая вот наша команда, друзья. И вот такая вот наша команда CryptoCommons. Значок вы увидите. SellBuy называется она. Собственно, SellHighBuyLow. И как вы видите, вот Sell значок доллара, Buy значок биткоина. Но это сами понимаете. Финансовый совет. Дисклеймер. И, собственно, да. Переходите по ссылке, нажимайте участвовать и погнали. В общем, это мое мнение о плоском бычьем рынке на данный момент. Я считаю, что биткоин вообще большую часть времени находится в скучном, таком скучном положении плоской линии. И на самом деле, три года из четырех – это тоска и грусть. И только в некоторые очень короткие периоды, непосредственно после халвинга, случаются вот такие большие скачки цены. Резкие, фундаментальные, я бы сказал, структурные скачки цены. Фундаментальные, структурные, потому что биткоин резко уходит наверх и потом не возвращается. Конечно, потом идет падение после большого пампа. Это случается каждый раз. Но к предыдущему уровню он уже никогда не возвращается. Так что это все, в общем, вопрос терпения. И на самом деле, это настолько обычная ситуация, что про это даже есть отдельный мем. Мы к нему вернемся чуть позже. Но вот этот ступенчатый график, где мы долго ждем, потом случается резкий короткий памп после халвинга, ожидание, халвинг, памп, ожидание, и вот снова халвинг, который был недавно. Это, в принципе, основа и суть модели сток-то-флоу. Нелинейное ступенчатое движение и фундаментальный рост, который происходит каждый раз после халвинга. Это, я считаю, характерная черта четырехлетнего цикла. И мем, про который я говорил, это вот. Ну давай же биткоин, сделай что-нибудь. Между прочим, это очень старый мем. Но и сегодня остается таким же актуальным. Так что мое мнение такое. Диапазон торговый вполне нормальный. Диапазон, в котором мы сейчас находимся. И просто нужно терпение. Я думаю, что памп случится тогда, когда биткоин посчитает, что он должен случиться. Большое спасибо и до следующего раза.